Дорогие, всем привет! В этом коротком видео хочу продолжить говорить о законах Царства Божьего. И сегодня речь пойдет о том, что в Царстве Божьем, очевидно, нет никакой нужды. То есть, вот вообще никакой нужды. Потому что у Господа все сосредоточено в руках, все принадлежит Ему. Царство Его написано «всем обладает». И если мы даже как бы логически подумаем, и естественно мы будем с вами четко понимать, что действительно все принадлежит нашему Богу. Но вот вопрос, как же быть нам здесь, которые вроде как имеют постоянно столкновение с какой-либо нуждой. Там с финансовой ли, с нуждой в том, чтобы сила Божья проявлялась через нас каким-то образом сверхъестественным, исцеляя больных, изгоняя бесов и так далее. И мы видим, что мы как бы вроде бы как сталкиваемся с ограничениями. И дело в том, что вот здесь нам нужно войти действительно в истину. То есть, не соглашаться с тем, что есть сейчас. То есть, не руководствоваться тем опытом, не говорить, что наш опыт является истиной. Вот есть наш опыт, опыт жизни в нужде. И это истина. Но на самом деле не это истина. Истина это Слово Божье. И Слово Божье говорит, что Царство Божие всем обладает, что праведник не терпит нужды ни в каком благе, что Бог во Христе Иисусе дал нам все духовные дарования в небес. То есть, все, вот просто все, что нам необходимо, у нас есть. Не для того, чтобы самовольно там что-то делать, но если мы по воле Господа совершаем Его волю в этом мире, то у нас вообще, вот вообще нет никакой нужды. И в это нужно войти. И это, естественно, непросто. Потому что, опять же, каждый из нас прекрасно себе научился жить в нужде. Но нам нужно верой соглашаться со Словом Божьим и практиковать это все больше и больше. Конечно, лучше всего это проявляется в финансах, в даянии. Всякий раз, когда, например, в церкви вы слышите слово там о пожертвовании, или у вас есть возможность посеять, пожертвовать там в какое-либо служение, тогда встает вопрос там, сеять или не сеять вообще, потому что, ну, я же ограничен в финансах. И если сеять, то сеять из нужды или все-таки вот высвобождать то, что Господь кладет на сердце. И лично я вот эти обучения прохожу у Господа постоянно, когда я слышу там призыв к пожертвованию, или я чувствую желание высвободить какое-то семя, то здесь я начинаю смотреть. Так, вот та сумма, которую я отделяю для того, чтобы ее высвободить, она чем продиктована? Тем, что у меня сейчас имеется в наличии, теми какими-то планами, которые у меня стоят, теми расходами, которые ожидаются, и приходами, и ли. Это продиктовано тем, что мой Бог обладает всем, и что у меня нет вообще никакой нужды. То есть, фактически я сейчас могу пожертвовать любую вот сумму. То есть, все, что у меня есть, ну вот фактически я могу пожертвовать, потому что... И больше даже, образно говоря, потому что если я попрошу у Господа, Господь, ты видишь, я хочу высвободить, например, сюда вот еще большую сумму, вот такую, дай мне ее. Вот таким образом это может работать. Также очень важный момент, когда, например, человек принимает решение, исходя из нужды. Когда вот ему нужна работа. Почему нужна работа? Ну потому что нужны деньги. Но Господь не создал нас для работы, на какой-то работе, чтобы мы просто из нужды там зарабатывали деньги. Вот сто процентов не для этого он нас создал. В Царстве Божьем вообще не так совершенно. Если мы с вами где-то и работаем, и это нормально, где-то трудоустроенным быть или иметь свой бизнес, тогда это должно быть исполнением элементом нашего призвания и того сезона, в который нас Господь поместил. То есть, мы должны быть на этом месте от Господа. И если, например, Бог призывает нас устроиться на какую-то работу менее оплачиваемую, но он говорит нам, иди туда, потому что он знает, что нам должно там быть, нам там нужно исполнить определенную функцию, что-то там нужно сделать. И Господь нас благословит многократно. И вот у него реально нет ограничений в том, как нас благословить. Вот нет у него ограничений. Нет у него ограничений. Он может высвободить. Вот если Бог захочет высвободить что-то в вашу жизнь, друзья, он высвободит. Поэтому мышление нужды и действие из нужды – это не царство. И нам нужно научаться жить в царстве вот в этом отношении, что у меня нет никаких вообще нужд. У меня нет ничего, что мой Господь бы мне уже не дал. Если кому-то нужно исцеление, у меня есть все помазание высвободить это исцеление. Духом Божьим Господь исцелит этого человека, потому что я соприкасаюсь с ним, небо соприкасается с ним. Если мне нужно изгнать беса, мне не нужно поститься перед этим 40 дней, чтобы с ним сразиться. То есть вот это вот мышление нужды должно уходить. Мы с вами в царстве. Господь всем нас наделил. Это говорит Слово Божье. Мы соглашаемся со Словом Божьим и практикуем эту истину. Просто срастаемся с ней, живем в ней, заквашиваемся ей. И тогда она иметь будет плод. Никогда не будет так, друзья, что вот вдруг вам начинают больше там, например, денег приходить, и вы начинаете там больше сеять на Божью работу, больше сеять в церковь. Нет. Сначала идет вера. Вера. Мы делаем шаги веры, и Господь умножает. Мы идем верой, а не видением. Поэтому, если сегодня наша жизнь продиктована обстоятельствами, и наше решение продиктовано обстоятельствами, мы не находимся в Божьем Царстве. Благословляю каждого из нас брать эти уроки и срастаться с истиной о том, что нет никакой нужды, и что Царство Божие, оно всем обладает, и Господь благоволил нам его дать. И сегодня все, что нам необходимо, у нас есть всегда, потому что Бог с нами всегда. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты научаешь нас Духом Своим, как жить в Твоем Царстве, и даешь нам все больше и больше веры, которая проявляется в действии, в практике и имеет плод. Слава Тебе, Царь! Во имя Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь. Слава Богу, друзья, будем практиковаться в жизни Царствии Божьем и в освобождении Его на этой земле. Все откровение ожидает, все творение ожидает нашего откровения, и я верю, что время пришло, когда Церковь входит в это откровение. Творение дождалось. Слава Господу Иисусу! Слава Господу Иисусу!